Раннее утро. Это время, когда в основном люди выгуливают своих собак. Отправляемся в сквер. В поле зрения попадает молодой человек. Он выгуливает ретривера в неположенном месте и не убирает за своим питомцем. Заметив камеру, спешит скрыться с места преступления. Таких недобросовестных граждан, как этот молодой человек, немало. По весне, когда сходит снег, мы наблюдаем неприятную картину. Следы собачьей жизнедеятельности на детских и спортивных площадках, тротуарах и в каждом дворе. Я отношусь к этим людям плохо. Я их немножко осуждаю. А что с этим можно сделать? Не знаю, воспитывать надо. Мне кажется, вот если здесь было бы много камер, ну хотя бы даже здесь, и все, кто нарушает, присылать штрафы. Только помоете, можно спастись. Законодательством штрафы предусмотрены. Кто не убирает за своими собаками, должен выложить из кармана от 500 до полутора тысяч рублей. С наступлением тепла на месте сугробов остается куча мусора, разбитое стекло, бумага, окурки, чего только не валяется на улицах нашего города. И это создает большие проблемы для дворников. Рабочий день Елены Смотровой начинается с 6 утра. Говорит, что самое напряженное время даже не зима и период больших снегопадов, а именно начало весны, когда сходит снег. Снег тает, и вот очень много мусора под снегом. И мы вот стараемся убирать. Ну а люди не могут дойти до урны. Хотелось бы, конечно, призывать людей, чтобы они кидали в урны мусор, чтобы не раскидывали. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И начинать нужно с себя. В первую очередь, это реально внутреннее, наверное, какое-то побуждение. Если ты ссоришь, мусоришь, скорее всего, это у тебя и дома так, и в делах так. Родители должны объяснять детям, и взрослые на личном примере должны это, как-то, не знаю, мне кажется, все показывать. Но с себя надо начинать, сто процентов. В школе, в детском саду, до с рождения родители должны еще сами пример показывать и следить, чтобы детки не бросали. Культурный человек, который вот имеет какую-то внутреннюю такую культуру, он сам не бросит. Даже если кругом никого нет, не бросит бумажку. Чистота зависит от нас самих. И очень много и в домовых чатах люди призывают всегда быть чистыми, убирать за собой мусор, не оставлять его в подъездах, а выносить. Соответственно, все зависит только от нас. Поэтому давайте будем проявлять эту инициативу и делать наш город чище, жизнь светлее и души добрее. С 1 апреля в Химках стартует месяц чистоты и благоустройства. В ходе него коммунальные службы приведут в порядок все городское пространство. Дороги, тротуары, дворы и детские площадки. Помочь сделать город чистым может любой желающий. В апреле в Химках пройдут общегородские субботники и экологические акции.